В честь празднования Дня Домбры в Кустанай провели Домбра-пати. Юные музыканты исполнили известные казахские кьюи, тем самым отдав дань уважения одному из главных символов казахского народа. О том, как прошло данное мероприятие, расскажут мои коллеги. На протяжении вот уже нескольких столетий Домбра является одним из главных символов кочевого народа. Ее дивное звучание способно отправить каждого в путешествие по просторам Великой Степи. Вот и в этот раз, благодаря юным и талантливым музыкантам, кустанайцы смогли насладиться мелодичностью двухструнного щипкового инструмента. Данное мероприятие проводится ежегодно, как от Жастаруха, так и от других организаций, которые занимаются в сфере культуры. Мы ожидаем от этого большой охват, то есть показать то, что на сегодняшний день Домбра также остается инструментом, на который дети хотят играть, больше хотят узнавать об этом. И сделаем очень хорошее видео, которое будем распространять в социальных сетях. Гульсаис Агитбек 12 лет. Играть на Домбре девочка начала 4 года назад. За это время успела принять участие в различных конкурсах, как областного, так и республиканского значения. О том, как зародилась любовь к народному инструменту, юная домбристка вспоминает с улыбкой. Пару лет назад мы с родителями выбирали творческие кружки, которые я могла бы посещать. Тогда мама предложила выбрать игру на Домбре, и я согласилась. Первые занятия проходили волнительно, поскольку я очень переживала. Но сейчас уверена в себе и в своих силах. Уроки у нас проходят 3-4 раза в неделю. К этому мероприятию мы готовились с большой ответственностью, поскольку оно приурочено ко Дню Домбры. Вместе с ребятами мы сыграли различные кьюи. Мы хотели показать нашим зрителям всю мелодичность и красоту нашего народного музыкального инструмента. В данном мероприятии выступили порядка 50 музыкантов. Особенность проведения заключается в том, что все домбристы расположены по такому принципу, который позволяет создать форму инструмента. По словам преподавателей юных артистов, проявляющих сегодня интерес к народному инструменту немало. Ровно как и тех, кто желает связать свою профессиональную деятельность с Домброй. Сейчас у нас учеников, у нас стоят дети в очередях, чтобы к нам попасть на Домбру. Естественно, она стала очень популярной. За это время мы с Домброй проехали Европу, Россию, Санкт-Петербурге были, в самых культурных городах, Москва, также наши ближние зарубежья, Киргизстан. Ну и, конечно, Туркестан, столицу часто ездим. В декабре буквально мы выступали в пирамиде в столице, а в апреле мы приехали с Парижа. Мы стараемся прославлять нашу Домбру. И благодаря этому празднику мы уже ощущаем ценность Домбры. В исполнении юных домбристов кустанайцы смогли насладиться такими знаменитыми кюями, как Адай, Балбраон, Еркесылхом и другие. Кроме концертной программы, организаторы наградили лучших домбристов, которые защищают честь области на различных конкурсах и фестивалях. Поможена Манкильдинова, Диас Бесенов, телеканал Кустанай.